Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему Господь Иисус Христос по-разному исцелял людей? И мы будем отталкиваться от следующих текстов. Евангелие от Матфея, 20 глава, 34 стих. Евангелие от Матфея, 8, 8. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6 по 7 стих. И сначала я прочитаю Евангелие от Матфея, 20-34. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, то есть к глазам двух слепых, это исцеление в Варихоне, и тот час прозрели глаза их, и они пошли за ним. Но теперь смотрим Евангелие от Матфея, 8, 8. «Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой». И описание исцеления у Евангелия от Иоанна. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6-7 стих. «Сказав это, он, то есть Христос, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что означает посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Итак, что мы здесь видим? В одном случае, исцеляя людей, Христос прикоснулся к их глазам. В другом случае, для исцеления отрока, слуги сотника, достаточно было только слова. «Третий случай. Христос плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам». Почему так по-разному действует Господь? Потому что мы разные. Мы разные. И каждому из нас надо находить свой особый подход. Например, в послании к евреям, первая глава, первый стих, первоверховный апостол Павел пишет, «Бог многократно и многообразно говоривший из древли отцам в пророкам». То есть, действительно, Бог многократно и многообразно говоривший из древли отцам в пророках. То есть, наш Бог – это тот, который каждому, если хотите, подбирает ключик к его сердцу. То есть, Господь всегда учитывает наши индивидуальные особенности. Он знает каждого из нас, он знает наши особенности, и он всегда находит ту форму общения с нами, которая наиболее подходит нам самим. Так, например, давайте вспомним, в случае с Рождеством пастухам является видение ангелов. Потому что пастухи, еврейские пастухи, они знали из Писания Ветхого Завета, что Господь может явиться в виде ангела. Как, например, Аврааму явилось три ангела, Иисусу на вину явился один ангел. И это была та реальность понятийная, в которой жили эти люди. А волхвам, которые были астрологи, язычники, привычнее было принимать какую-то информацию через звезды. Ну, как им казалось, что они принимают какую-то информацию? Казалось бы, это явное суеверие. Но Господь и это обстоятельство учитывает, и они наблюдают явление звезды, хотя это была не звезда. Это был ангел, который под видом звезды, то есть в форме, которая понятна для них, явился им, вел их и просвещал их до Вифлеема. Это движение было целых два года. В то же время апостол Павел говорит, что надо учитывать и национальный фактор, когда мы хотим помочь людям. И первоверховный апостол Павел настаивал, что миссионер должен быть для иудеев, как иудей, для эллинов, как эллин, для беззаконных, как беззаконный, сам не чужд закона пред Христом. Поэтому то, что исцеление, которое совершает Христос, они имеют разную форму, это связано с тем, что мы сами очень разные люди, и Господь учитывает наше многообразие. И здесь мы видим у Матфея, Господь только прикоснулся ко глазам слепых. У Иоанна для исцеления слепого Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза и отправил его в паломничество, к Силамской купели. Почему? Наверное, этот человек знал об этой купели, и это обстоятельство усилило его, этого человека слепого, веру. А в случае с исцелением отрока достаточно было только слова, потому что этот сотник имел колоссальную веру. Так что в Писании сказано, что Господь удивился. Это Матфей 8.8. Я думаю, трудно удивить Бога, но однажды это все-таки произошло. Итак, мы сегодня рассмотрели еще один из вопросов. На мой взгляд, это очень интересный вопрос. Чтобы вам не пропустить следующих бесед по трудным или сложным местам Писания, подписывайтесь на библейский портал, чтобы вовремя получать соответствующие уведомления. И берегите себя! Продолжение следует...